Всем привет! Сегодня мы с вами продолжим серию роликов про то, как рисовать что угодно, и наконец-то доберемся до темы рисования одежды, а именно как рисовать складки на разной ткани. И за предложение этой темы большое спасибо Дарьи Энн, Катерине Сомик, а также пользователям с никами Дракон Небесный, Логикло Арт Гертруда и Фориштам. И мы с вами вместе сегодня поскетчим разную одежду, тушью и маркерами. Я специально заранее подготовила несколько набросков не одетых барышень, чтобы мы с вами вместе превратили их в одетых. В общем-то мы понимаем, что одежда из разных видов ткани образует складки по-разному. И мы должны помнить, что количество складок зависит от веса ткани и материала, из которого она изготовлена. Чем толще и мягче ткань, тем меньше складок она будет образовывать. И наоборот. Особенно это касается мест сгибов. Так, например, слева у нас блуза из легкой ткани, а справа вязаная кофта. У обеих девушек руки опущены и немножко согнуты в локтях. И основные складки при этой позе на легкой ткани будут под мышками и на локтях. В тех местах, где больше всего разгибается ткань. Ну и, конечно, в тех местах, где блуза заправлена в брюки. Самые темные и глубокие складки будут под руками, под мышками и на локтях. И я сначала обвела набросок тушью, а затем кистью уплотняю те места, где тени в складках у меня будут самые темные. Также я не забываю, что застежка на блузе идет обязательно по форме туловища и повторяет изгиб груди нашей героини и изгиб ткани в том месте, где ткань заправляется в брюки. В случае, если у нас ткань очень толстая и мягкая, как, например, на вязаной кофте, складок она будет образовывать минимальное количество. Складки у нас будут очень мягкой формы. Их можно показать мягкими плавными линиями. И основные складки, ну тот минимум основных складок, который будет, это будет под мышками и на области локтя, там, где руки сгибаются. И я немножко напачкала здесь тушью, я решила это исправить, добавив рисунок на нашей кофте. И этот рисунок мы распределяем таким образом, чтобы он подчеркивал форму нашей одежды. То есть на тех местах, где наш паттерн приближается к краю, где ткань у нас заворачивается за форму туловища, наш паттерн будет гуще, для того, чтобы показать его сокращение в перспективе. Так мы можем лишний раз подчеркнуть объем нашего туловища. Ну и конечно мы помним, что рисунок паттерна нарушается складками. Складки мы не должны игнорировать. И для того, чтобы немножечко оживить скетч, общим серым тоном я залила отдельные детали. И вначале я случайно капнула тушью на брюки моей первой красотки и решила исправить свою досадную облошность рисунком на ткани. И рисунок я стараюсь распределять так, чтобы учитывать движение складок, чтобы рисунок у меня в складках тоже менялся. Также мы не забываем, что складки на одежде помогают нам подчеркнуть движение героя. Так при статичной позе с опущенными руками основные складки будут образовываться в основном подмышками. При слегка согнутых руках складки будут добавляться на локтях, как бы расходясь такими лучами от внутренней части руки. Если руки разведены в стороны, то ткань одежды натягивается и основные складки идут от швов под мышками в сторону локтей и манжетов, если рукава длинная. А если руки подняты и согнуты в локтях, то у нас лучи складок идут от швов под мышками к локтю и плечу, а на согнутой руке лучи складок будут также идти от внутренней стороны локтя к внешней. Поэтому остальная часть одежды может натягиваться и даже приподниматься. Направление складок, конечно, еще и зависит от кроя одежды. Так, у девушки, у которой руки разведены в сторону, платье достаточно широкое и основной шов находится под грудью. Именно от него будут идти все линии складок. Я сначала обвела все тушью, а затем кистью подчеркиваю самые темные и самые глубокие складки. На платье это те складки, которые идут под грудью и направлены в область локтя. А на юбке это те складки, которые будут направлены между ногами. У второй девушки блуза также из легкой ткани, руки приподняты и основные складки в такой позе расходятся от швов под мышками к плечам и от локтевого сгиба к локтю и под мышкам. Больше всего ткань натягивается на плечах, на груди и на локтях. Именно от этих мест лучами будут направлены складки, а эти места сами будут оставаться гладкими. Ну а если вы до сих пор не подписаны, подписывайтесь скорей и жмите колокольчик, так вы точно не пропустите ничего интересного. И мы должны понимать, что количество складок и их направление будет зависеть не только от того, из какой ткани у нас сделана одежда, но и от того, какой крой у нашей одежды. То есть от того, приталенная эта одежда или свободная. Так более узкая одежда облегает фигуру и складки повторяют и подчеркивают форму тела. А более широкая одежда будет образовывать больше вертикальных складок, потому что она свисает с точек подвеса. Если персонаж тощий, то точками подвеса будут плечи, ну а если фигура какая-то другая, то могут быть плечи и грудь, например, плечи и живот, ну и так далее. Так, у левой девушки одежда более приталенная и складки будут подчеркивать не только ее фигуру, но и направление ее движения. На опущенной руке складки будут располагаться в основном подмышками, и от того, что рука немного в движении и скручена, складки направлены от внутренней части локтя к плечу. На поднятой и согнутой руке ткань натягивается от шва подмышкой к локтю, а под локтем она складывается гармошкой и расходится лучами. А еще поднятая рука натягивает ткань на туловище, поэтому складки под грудью у меня по диагонали направлены в сторону поднятой руки. А у правой девушки одежда широкая, ткань здесь довольно плотная, складок образуется минимальное количество, только совсем чуть-чуть подмышками и на локтях. Такая одежда у нас свободно свисает на плечах и немножко приподнимается на груди. И поэтому от груди будут такие легкие вертикальные складочки. И чтобы немножко разнообразить скетч, я добавила тона. А еще объем туловища и складки нам всегда может помочь выявить рисунок на ткани. И вот такие вот барышни у нас получились. Но сейчас я предлагаю посмотреть, как рисовать складки также в довольно стилизованном изображении, но в цвете. Для начала я переношу на брусок, прохожусь самым светлым маркером по светам. Тон чернил здесь очень светлый, поэтому всю поверхность я могу не заливать. Области перекрытия со следующим цветом видно не будет. Затем я беру мой основной средний тон и прохожусь по остальной поверхности. По тем местам, где у меня не свет, а полутон. После этого я беру уже тон потемнее и прохожусь по теням. Делаю глубину капюшона. Тени на ушах у худи. Тени в глубоких складках. Ткань, я напомню, здесь мягкая и плотная. И складки будут образовываться только очень крупные. И только под мышками и на локтях. А на туловище будут видны только легкие складки, в том месте, где ткань приподнимает грудь. Дальше я беру мой самый темный, холодный охристый и прохожусь в тех местах, где у меня самые глубокие и темные складки. То есть на локтях и под мышками. И в конце охристым фломастером я уточняю контуры и немножечко добавляю тени. И цветной лайн помогает мне здесь сделать складки мягкими и довольно материальными. Даже при том, что изображения у меня сильно стилизованы. Прорисовываю боковые швы, которые идут по форме и направлению ткани и подчеркивают объем. И в общем-то все. Наша мягкая и супер объемная худи готова. И в последнем примере у нас здесь динамичная поза и относительно облегающая одежда. На толстовке здесь ткань сильно натягивается на плечах. И от того, что руки немножко подкручены, появляется такая динамичная диагональная складка от внутренней части локтя к плечевому шву и плечу. Ну и конечно складки собираются в том месте, где толстовка заправлена в штаны. И в данном случае объем нашей одежды и нашей складки нам поможет подчеркнуть рисунок. Вот эти наши горизонтальные цветные полоски очень сильно изменяются в зависимости от движения складок. И для того, чтобы показать объем такой вещи в цвете, нам достаточно просто отрисовать эти цветные полоски, а затем цветным лайном подчеркнуть самые глубокие и темные складки, которые будут под мышками и в области локтя. Они нам тут помогут дополнительно подчеркнуть объем и движения нашего персонажа. Вот такие вот скетчи с одеждой у нас сегодня получились. Нужно сказать, что тема складок и одежды вообще очень объемная, и я надеюсь сделать целую серию видео на эту тему. И еще я хотела сказать отдельное большое спасибо Кустовиновой Даше за активность и поддержку новых видео. По ее предложению я в течение этого месяца наконец-то выпущу видео по рисованию дыма и пара. Я надеюсь, кому-то эта информация пригодится и рисовать одежду теперь станет еще интереснее и проще. Если что-то вдруг осталось непонятно или возможно у вас есть какие-то другие рисовальные вопросы, задавайте их в комментариях. Я постараюсь снять об этом отдельное видео. Ну а пока не забывайте поставить лайк и подписаться. А еще нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Впереди нас с вами ждет еще много интересного. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok